Итак, всем привет, с вами на ДопГ, а перед началом этого видео я вам порекомендую подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. Поехали! Продолжаем мы играть за французскую коммуну, мы уже нашу экономику начали выстраивать и начинаем добровольно всем помогать, всем поможем. Китая, левым помогаем вам как-то победить, и в Северной Америке, в Штатах. Скоро, я думаю, мы в Южной Америке начнем действовать, и недолго, я думаю, тоже до восстания во Вьетнаме, там мы тоже поможем. И, конечно же, когда индусы начнут свою войну гражданскую с вот этими ребятами, мы тоже им будем помогать. Везде, где рабочим нужна помощь, мы ее предоставим, а где не нужна, мы заставим их попросить о помощи. Поехали! И добиваем мы вот это вот окружение в Америке. Отлично, очень было наше действие. Сейчас нужно будет здесь пройти и захватить Дальмавару, я думаю, и не забывать также в Китае потихонечку, потихонечку кушать где возможно. Это очень важно, в целом, потихонечку, я вижу, по дивизиям сравнится, хотя, господи, здесь все равно так много дивизий. Но промышленность у них, у обоих, очень маленькая, поэтому наши две дивизии очень много здесь всего делают. И начинаем здесь двигаться в Дувр. Тоже потихонечку, потихонечку, сейчас справимся со всем здесь. Здесь у нас все решения на гидроэлектростанции, открываем еще плюс 10 скорости постройки. И вот там будут две фабрики. Блин, по моим воспоминаниям, там было больше, чем две фабрики. Но ладно уж, построим. А там... Блин, может там еще потом будут дополнительные фабрики? Может быть так. Ну, в любом случае, фабрики это, конечно, круто, поэтому строим. Но мне казалось, что там что-то было посильнее. Блин, кстати говоря, фабрика вот сюда. И, наверное... Да, у нас еще здесь тоже будут дополнительные свободные новые плоты. Либерия хочет к нам присоединиться. Вау, это очень нежественное к нам добавление. Конечно, мы их возьмем к себе. Кайф. А только давайте вместо плана просто вначале сделаем себе три ботернию собою. Да? Все-таки это чуть-чуть поважнее. Давайте сразу, на всякий случай, армию в Швейцарию подгоним. Ну, так, на всякий случай, она может не понадобится. Но, а вдруг понадобится, пускай сразу там будут ребята. Здесь мы закончили. Едем на Вашингтон. Федералы могут капитализировать, ну, очень быстро. Идет наступление на Балтимор. Давайте его поддержим. Видите, да, здесь одно ополчение очень слабое. Против нормальных дивизий, как обычно, ополчение ничего не может делать. Но вот легкие танки еще и с щетком просто прорывают. Мясо, я думаю, их пехоту, да, так и есть. Вашингтон, конечно, будет чуть-чуть посложнее. Здесь есть неплохое количество дивизий. Все еще они не слишком сильные. Но они хотя бы смогут оказать поддержку. Точнее, оборону хорошую. Сделать и оказать сопротивление. А давайте тогда вокруг вот здесь вот все позахватываем. По возможности. Чтобы вот эти ребята подошли. И они хотя бы в танковый урон, пока мы его наносим. Здесь все посложнее. Здесь чертовы горы, все мешают и мешают. А нам надо бы пробраться к вот этому порту. Или хотя бы вот этот пункт снабжения. Но к нему жады не будет. Типа, блин, яишка здесь жады не строят, пункт снабжения не строят. Поэтому здесь, конечно, проблемная территория. И вот оно. Хорошие отношения с швейцарцами. Или бы потребовать верхней с собой. Миры и примирение. Нет, нет, нет. Надо по-русскому. О, смотрите-ка, соглашается. Давайте-ка больше уступки попросим, а? Как бы надо их додавить в нашу сторону, так сказать. И мы сделали этот фокус. Теперь уж точно, я думаю, на 10 строительства возьмем штуку. Ящики, я так и не брал пока. И швейцарцы сдаются. Вот она. Марионетка наша швейцарская появляется. Отлично. Это нам поможет повернуться к Франции. И сейчас они тут будут различные реформы левые делать. Нам это подходит. Может они нам какие-то еще бафы дали бы? Блин, ну вроде не дадут, но... Тем не менее... Плюс марионетка, очень нам она пригодится. Это очень хороший оборонительный, так сказать, рубеж будет дополнительный. И здесь в Южной Америке тоже начинаются действия. В Перу начинаются действия. Но там неинтересно. А вот здесь интересно. Давайте еще найдем себе какого-нибудь генерала-танка. Там вот Конев есть. Но, блин, он с другим лидером, мне это всегда не нравится. Поэтому я думаю, он нам не подойдет. Возможно, какого-нибудь такого парня можно было бы. Ну вот, у нас есть Йозеф. Но он амантюрист. Амантюристов я не люблю. Они получают ранения и не очень хорошо себя показывают после этого. Давайте тогда вот этого парня, да? А такой вопрос. Я хочу кого-нибудь фельдмаршалом сделать своим обычным. Атхучевский, в принципе, выглядит нормально. Амантюрист для фельдмаршала без разницы. Он вроде не получает ранения на фельдмаршале. Уже есть перк. Да, слушайте. Меня устроит этот парень как просто мой общий фельдмаршал, а не танковый. Так что да. Просто это тоже подходящий, да, фельдмаршал техническим. С возможным, с мастером Стамжениным сделать. Плюсящий стратег тоже для фельдмаршала хороший материал. Но уже Тухачевский будет нашим фельдмаршалом. И отправляем две дивизии танков в Патагоне. Две дивизии пехоты в Чили. Туда и туда по одному авиакрылу. У нас на самом деле самолетиков совсем мало. Но что есть, то и отправим, как говорится. Начинают наши синдикатские друзья в Вашингтон штурмовать. Но я думаю тоже атакуем, почему нет. Все говоря, наши танковые дивизии не могут пробить их танковые дивизии. А их танковые дивизии не могут пробить наши танковые дивизии. Правильно понимаю? Нет, ладно, неправильно. Три дивизии... Да. Три дивизии пробивают, три не пробивают, окей. Но наши никто не пробивает. Этого самое главное. И в принципе сейчас смотрите. Танковая дивизия отступит. А именно она как бы основную оборону здесь создает. Основное сопротивление оказывает. После нее оступит ополчение, и я думаю, мы уже сможем просто допушить последние две дивизии. Типа здесь сейчас красная, но это фейк информация. Танковая дивизия сейчас уйдет, а без нее сопротивление, в принципе, закончилось. Вот, видите, да? Зеленая теперь. И вот они, месяца просто очень жестко, эти дивизии. Танковая там сзади стоит в подкреплении, немножко остановилась. Но уже она, видите, дальше не регенит, но стоит просто в резерве АФК. Так что, я думаю, мы возьмем Вашингтон, и федералы падут. Скоро говоря, заметили, да? Новая Англия куда-то пропала. Хороший вопрос, куда? Ну, аннексирована была. Тем образом, точнее, я бы сказал, наверное, хороший вопрос. Но вот как-то так получилось. А наши танки вот здесь вот прибыли. Будем тоже ими сейчас вести наступление. Господи, четыре добровольца, это, конечно, тяжко. У нас есть политка. Сюда назначаем, я думаю, просто вот это. Атака дивизия плюс 10, окей, берем. Дальше сюда мы берем вот эту штучку на опыт. Дальше. У нас еще есть политка. Мы себе набираем, берем начальника разведки. Можно, в принципе, подкачать себе вот это все. У нас в Германской империи нашего шпиона поймали. Давайте наймем, как получится, еще одного оттуда. Как я и говорил Вашингтон нападет. Уже, я думаю, очень скоро. Тут дивизии успевают под креплением подойти. Ну, нет, нет, не думаю. Понятно, да, что не сразу еще они повоюют. Некоторое время, может, пару недель. Вполне себе. Но факт в том, что наша дивизия носит урон. Только единственное, ополчение перестает нам помогать. Я надеюсь, что все-таки будет с новополчением, что нам нужно, чтобы они танковали, пока мы наносим урон. Забавно, что здесь у Аргентины танковые дивизии. Немало, да? Раз, два. Ну, это уже немало. Три вообще. Ну, ладно, это немецкая. Ну, не важно. Мы тут будем сейчас очень жестко и важно пробиваться. Важно, на самом деле, вот сюда бы пойти и деблокировать здесь дивизии. Я думаю, в Южной Америке мы должны побеждать. Здесь, кстати говоря, немецкую дивизию мы окружили. Очень удачно. И план просто готов. Давайте теперь в исследование. И, да, мы взяли Вашингтон. Успела там дивизия одна вернуться и заренпортить. Но, как только она падет, да, падение Вашингтона, вот оно и наступило. Мы очень, я думаю, помогли нашим синдикатам, нашим друзьям в Америке. И сейчас будем стараться вот эти дивизии сейчас как-то заблокировать. Но я не думаю, что получится, здесь их слишком много. Но Вашингтон взяли, это очень важно для нас. Ну, вот оно и, собственно говоря, что произошло. На Ваших глазах полная капитуляция федерального правительства здесь. Теперь эти ребята независимы, но по факту их сейчас тоже съедят. А тут очень много промки теперь. И они, я думаю, должны победить Ишки. Заводов должно хватать для победы. И Ишка строит ЖД. Жесть он умный. Капец он умный. Круто. Но мы все равно будем пробовать еще и порт рядом взять. А еще есть информация, что мы здесь пропушить не сможем. Только если сюда идти. Поэтому, я думаю, надо идти вот сюда, где мы, скорее всего, сможем. Здесь хотя бы равнины и леса. В горах нам танками, конечно, делать нечего, я думаю. Здесь мы, кстати говоря, я думаю, смогли блокировать эти войска. Чилистскую дивизию мы спасли. Здесь еще война происходит в Сербии с Болгарией. Надо понимать, что вообще нам эта война примерно безразлична, да? Потому что те, что те ребята не интернационалисты. Наверное, мы будем болеть за Сербию. Добро ли светло отправить не буду. Все-таки это как-то против нашего лора идет. Но я болею за Сербию, потому что она потом может воевать с Австрийской империей в виде Белгородского пакта. Нью-Йорк достигает небес. Небес. Прикольно. Только они вот воюют в этот момент со всеми. Там гражданочка дойдет, вам там нормально строить в это время что-то такое. И наши дивизии здесь опять снова окружены. Давайте они тогда зареинфорсятся дома немножко, но а то слишком душно без снаряжения там воевать. Здесь мы, кстати говоря, тоже сейчас будем потихоньку какие-то окружения делать, пробиваться. В общем-то, классические добровольческие действия. И надо бы... Если говоря, я этого человека, кажется, знаю. Он выглядит несколько знакомым, но ладно. Надо в Германию вернуть и в идеале спасти нашего агента. Вот эти ребята вернулись в Францию. И реинфорсятся они. Конечно, танков нам очень не хватает. Да, на фоне этого я бы, наверное, хотел их прям побольше поделать. Но ладно. Как говорится, как есть. Можно чуть-чуть вот отсюда, допустим, еще один заводик скинуть. И пробуем окружать все дальше. Вот все вот войска работорговцев. Ужас. Эти ребята поддерживают рабство. Это конфедераты местного разлива. В принципе, ну, это вроде как самые-самые консервативные ребята. Так что, по-моему, это так. Да, там Кукулскланд эти все. А, чудесненькие, так сказать, ужасные. Поэтому мы вдвойне будем рады, наверное, оказать поддержку синдикатам против них. Итак, социалистическое образование есть. Что ж, давайте тире ячейка. И потом пойдем, я подозреваю, просто в политические фокусы. Там тоже очень много бафов. Слушайте, в Южной Америке все пока успешно. В Америке очень успешно. Я думаю, вот эти ребята достаточно восполнились. Их можно отправлять обратно в Китай, чтобы и там все было тоже успешно. И мы сейчас заходим очень нереальным маневром в ТУЗА. Здесь конфедератам. Я буду все-таки называть их просто конфедератами, потому что, ну... Это же реально конфедераты местного разлива. Они еще и наступление на Американский Союз нажали, а не на синдикатов. Удачи им. Вообще нет. Всех неудачи. Слушайте, я думаю, нам бы вообще, наверное, вот так вот достроиться бы. Как-то. Наверное, прям вот так. И в синтетику вкладываться бы. Давайте даже вот так, пожалуй. Чтобы мне синтетика на большой инфраструктуре полезна. И... Да. Потому что синтетика нам очень пригодится. И после этого полностью военные заводы уже, я думаю, мы пойдем. Там потом посмотрим, что еще мы будем строить как. Только этот регион повыше. Просто уже 37-й год, а здесь война начинается пораньше. Понятно, что начинаем обычно ее мы. Поэтому можем начать ее позже. Но давайте придерживаться немножко истории по возможности. Верно? И благодаря нашим действиям, пункт снабжения здесь не работает. У конфедератов. И мы можем спокойно вот это сейчас добивать. Ну и в принципе, нашим ребятам должно быть попроще воевать против противника без снабжения. И мы, кстати говоря, победили вот здесь вот, ребят. Чилийское облевие появилось. Наша левая. Теперь на Аргентину нападаем еще и с севера. Отлично. В Южной Америке я уже предчувствую нашу победу. Здесь, конечно, тяжелее все. Но, тем не менее, если мы сейчас возьмем порт, все станет намного проще. Порт очень сильно нам здесь, конечно, нужен. И ячейка исследований есть. У нас тут есть, кстати говоря, 4 военных завода с фокуса. И 2 фабрики с фокуса. Вот о счет военных заводов я не знаю прямо сейчас. Потому что они нам немножко подрежут производство. Все-таки на ТНП пойдет что-то дополнительное. Я бы, наверное, все-таки пошел вот сюда. Да? Что тут у нас вообще будет? Для промки именно по строительству. Здесь скорости строительства куча. Но, объективно говоря, она уже у нас не сильно скейлит дальше. Как бы, что 60, что 70, разница не так большая, как между 0 и 10. Как бы, да, даже между, наверное, 60 и 80 разница меньше, чем 0 и 10. Но вот 2 фабрики, наверное, еще выглядят прикольно. Вот это я бы взял еще. И вот здесь вот мы еще, кстати говоря, отрежем еще дополнительных добровольцев из Германии и из Бразилии. Отлично. Хочет Норвегия промышленной помощи? Да, давайте. Они там, наверное, что-то за это получат. Я вообще не против помочь нашим друзьям. Непонятно, что только они за это получат, но что-то, надеюсь, получат. Мы уже подходим к Атланте. Это столица как раз таких конфедератов. Скоро, скоро... И они тоже падут. Не супер скоро, но достаточно скоро. Аграрное восстание. Гражданка... Слушайте, а кого нам поддерживать? Не, ну, столистов, очевидно. Все-таки, наверное, мы тоталисты должны поддерживать тоже тоталистов. Атланта даже не прикрыта гарнизону. Вот так конфедераты и воюют. Ладно. Праведливости ради, большая часть войск у них вот здесь вот в этом, так сказать, карманчике, который очень удачно мы закрыли от снабжения. И там они удачно для нас умирают. А мы, Китай, наконец-таки нормально пушим с этим портом. Господи, как же все стало сразу приятно. Да пушим досюда, там вообще будет кайф. А эти ребята пока что просто проигрывают. Только наши все никак не выигрывают. У них военный завод только один. Итого, конечно, маловато для победы. Ну, как есть. О, Гавайи хотят к нам присоединиться. Ребята, говно вопрос. Ответствовал наш дипломат и принял предложение. Я думаю, пора было бы на морской опыту тоже поставить советника, а потом и на авиационный. Там тоже это все надо подфармить. Как я и говорил, пойдем в подлодки. Правда, надо уже достроить все вот это. Ну, потихоньку, потихоньку к этому идем. А здесь удачное окружение двух дивизий оказалось. Получилось. Кайф. И надо, я думаю, двигаться вот сюда. Если мы заберем здесь порт, давайте-ка посмотрим, а потом пройдем вот сюда, куда-нибудь, мы, в принципе, обрежем все здесь снабжение. Это было бы отлично. Уже какие-то проблемы, мне кажется, должны быть у них, но пока еще хотя бы несерьезные. А Джо будет очень важным пунктом. О! Все! Это мы взяли... Здесь этого хватило уже. Кайф. Вот это отлично. Все. В Китае мы победили. Здесь мы... Ну, считайте, тоже победили. Не совсем надо было вот это еще вайпнуть в идеале. Но уже практически победили. Досталась пыль какая-то. В Америке все тоже двигается у нас отлично. Я считаю, что наши революционные достижения пока что очень отличные. Очень успешные. Гражданская война, так сказать, можно сказать, проходит в Австрию. Ну, конечно, не гражданская, но немножко ребята тут повздорили. Я думаю, нам кого-то поддерживать не особо нужно, кстати говоря, Хорти. Хех. Черная борода. Ну, да, здесь либералы, это не наша тема. В России, кстати говоря, рыночный либерализм так и остался. Никто там больше революцию не сделал. Посмотрим, что из этого получится. Будут ли они сильными или нет. Норвегия хочет военной помощи от нас получить? Конечно, получит. Почему вообще мы могли бы ответить им нет? Ну, тут добиваем уже этих ребят, которые тут добровольцами сюда поприходили. Надо вот здесь вот добить, кто это? Канада. Обязательно, я думаю, надо добить. Кстати говоря, прям очень много добровольцев, я вам скажу. Раз, два, тут три, как минимум четыре дивизии. Возвращение Верхней Совой. О, все, видите, ребята? Мы и Верхней Совой получили. Как? И договорились. Построить дамбу Верхней Совой. О, фабрика это нам надо. Я думаю, нам бы неплохо было бы стать разведруком. Вот плюс и агент нам добавился. Разведанное мы видим неплохо, но, конечно, можно было бы и лучше. Я думаю, есть смысл внедриться в армию, чтобы побольше видеть в Германии к моменту войны. Я думаю, так и быть. Давайте уже купим все-таки один ром в виде восьми единиц, чтобы достроить побыстрее всю весь этот флот и перейти побыстрее к прекрасным подлодкам. А вот и три дивизии Канады окружены и вот-вот будут уничтожены. Это отлично. Здесь пока что что? Четыре пенозавода можно взять вообще? Вообще это неплохо. Давайте возьмем. Типа, я думаю, стоит. Это очень-очень солидно. Нам как раз нужно здесь видеть... Кстати, ровно четыре завода нам здесь и нужно было. Но вообще объективно нет, нам столько не нужно. Чуть поменьше. Но, конечно, так или иначе они все пригодятся нам. Типа вот сюда можно закинуть лишние два. Потом из этого сделаем, я думаю, средние танки. И вот канадцы домой. Куда это вы решили свои войска отправить? Это вам не надо, ребята. Это плохая идея была. Бельгийская декларация о независимости. Вновь там какая-то революция произошла в Бельгии. А Япония объявляет о своих амбициях. Ну, мы их, конечно, потом тоже подрежем. Крылышки-то японские. И загоняем конфедератов во Флориду. Где мы их и уничтожим. Очередную группировку войск. Тем временем здесь тоже начинается схватка между лангистами и Тихоокеанскими штатами. Но, я думаю, мы успеем добить и конфедератов, и потом вот этих ребят до того, как эти вообще что-то сделают. Синдикаты, я думаю, здесь однозначно побеждают. Не без помощи, конечно же, духа коммунизма. Из Франции. Думаю, по морю мы будем качать за гражданеморских путей, раз мы идем в подлодки. Как бы здесь даже, наверное, вопрос не стоит, что нам качать. И вот здесь вот есть французские добровольцы. Их пор с атакой выбивают. Господи, чилийцы и как раз таки, кто это? Патагонцы. Патагонцы, будущие аргентинцы, я подозреваю. Давайте им тоже поможем в этом деле. Я думаю, можно еще пропаганду устроить в Германии. Стабильность и поддержка войны им подушить. Почему нет? Это некоторые дебафы им даст. И Флорида потихоньку, потихоньку зажимается нами. Здесь уже 4 дивизии в окружении. И здесь мы тоже должны побыстрее зайти до Майами. Забрать порт, потом вернуться вот сюда, забрать порт. И ликвидировать окружение. Выйти обратно вот сюда. И добить уже конфидератов осталось не так много с ними. Я думаю, можно на этом серию позакончить. Очень успешно, кстати говоря, здесь опять сыпь происходит. Я помню всегда, почему-то так происходит. Очень странно, но... Может там у них корки, и там, наверное, какие-то их рабочие восставали или что. Хрен его знает, почему так передается всегда. Тем не менее, мы очень успешно повоевали в Китае. Здесь ребята выиграли. Кстати говоря, время помогать Китаю опять. Но мы не против помочь нашему другу рабочему. На юге все. В Америке отлично. И на севере тоже. Мы, в принципе, я думаю, достаточно много союзников, я думаю, соберем к войне с Германией. А с вами был ДопК. Берите в союзники подписку и комментарий на мой канал. Не забывайте отвечать в Дискорде. И всем пока, до скорых встреч.